Мы будем устанавливать виртуальные машины с операционной системой Linux Distributive CentOS. Но для того, чтобы нам автоматизировать установку, мы будем использовать средство Vagrant, которое у нас с помощью специального образа, так называемого бокс-файла, генерит виртуальные машины. Но перед тем, как использовать этот бокс-файл, нужно его сгенерить. Вообще, по умолчанию Vagrant может брать сгенерированные другими людьми бокс-файлы, но мы давайте сделаем это сами. Ну и для того, чтобы сгенерить бокс-файл, нам нужен дистрибутив. Итак, для того, чтобы сгенерить бокс-файл для Vagrant, то есть из ISO установщика получить готовый работающий образ, мы написали файл Vagrant CentOS JSON. Это будет у вас на страничке, вы можете взять и использовать. Тут задаются основные переменные. Что нас тут интересует? Нас интересует название ISOC-ника, его чек-сума, тип чек-сумы, ну и всякие основные параметры. Тут у нас параметры SSH-user и SSH-password. Дело в том, что у нас при установке и потом при оперировании с нашим образом Vagrant подсоединяется как пользователь, суперпользователи выполняют какие-то действия. естественно, что ему нужно иметь имя пользователя и пароль. Да, пароль, собственно, задавать не обязательно. Мы можем использовать аутентификацию по ключу, потому что Vagrant зашит определенный ключ, и тогда мы Vagrant-овские ключи должны установить. Но мы сейчас сделаем более простой вариант, то есть по паролю. Мы взяли минимальный образ ISO, чтобы, если вы будете делать дома, его скачать. Тут у нас он может быть прописан в виде URL, то есть HTTP и так далее, и в виде файла. Тогда он будет его копировать и исполнять. Для того, чтобы вы, если будете делать не на компьютере, а в E-flame-классе, могли скачать образ на Cintos, GetCintos, и выбираете More Download Choices. И в результате вот тут набор. Мы используем седьмую версию Cintos, минорный релиз 5-7-5, или он еще называется 18.04.18 год, четвертый месяц. Выбираем по Мирору какие-то... Вот, Мирор. Нам предлагается откуда скачать. Скачиваем минимальный образ, и чек-сам можем или сами посчитать, или взять вот из этого файла. Поскольку в этом файле чек-сам идет SHA-256, то мы в образе указываем SHA-256. Итак, мы скачали этот файл. Давайте запустим. Мы используем MakeFile для чего? А MakeFile мы используем для того, чтобы вся работа у нас происходила в текущем каталоге. Каталог, который вам рекомендуется использовать, это каталог с вашим именем, логином в VART.MP. VART.MP у вас большой, на моем компьютере VART.MP не очень большой, поэтому я в другом месте сделал каталог. Но это не важно, у нас прописаны тут все переменные среды таким образом, чтобы размещались все файлы именно в этом каталоге, а не в вашем домашнем каталоге, в котором у вас не так много места. Мы MakeHelp наберем, видим таргеты, которые можно использовать первоначально, мы должны сгенерить наш бокс, Makebox делаем. Вот у нас скачиваются образы, это образ драйверов под VirtualBox, это образ CentOS, запускается внутренний HTTP сервер. Вот так вот. И вот пошла загрузка. 56 секунд, минуту ждать, и через некоторое время у нас само пишется загрузочная строка, пишется, где у нас файл для установки лежит, и пошла установка. Сейчас увидим, что установка началась, и посмотрим более подробно, что содержат наши установочные файлы, чтобы понимать, как все это работает. Вот у нас установка, запуск автоматической установки, мы можем с помощью Alt-Tab листать экраны, Alt-Tab, вот видите, это Shell, это информация, это отладка, и это что происходит инфа, разные уровни лога. И пошла установочка. Давайте посмотрим, что представляют наши файлы. Итак, вот наш изначальный файл, тут это собственно мы отдельно выложили переменные для установки, чтобы нам удобнее было править файл при изменении образа и так далее. Так, образ тут у нас или HTTP и так далее, FTP или файла, и он сам понимает, что сделать. Значит, тут у нас понятно, прописано, что у нас будет ISO для VirtualBox делается, а вот она у нас загрузочная команда, которая сама набиралась, нажимается Escape, появляется приглашение Boot, и вот так набирается эта команда. Мы устанавливаем с помощью системы Kickstarter, кикстартер, кикстартер это ножной стартер мотоцикла, кикстартер, кикпинать, кикстартер у нас подключается к HTTP и порту, который сгенерился внутри пекера, при этом вот это каталог нашего HTTP сервера, где лежит Kickstarter файл, у нас уже установилась и пошло после установки. Значит, вот у нас это у нас развертывание софта, это после автоматической установки то, что будет. Посмотрите, вот тут у нас после запуска ожидается когда у нас Shell запустится, но поскольку пока у нас идет Kickstarter, Shell не запускается и мы ждем, когда перезагрузка будет, мы подключимся к Shell. Вот у нас HTTP сервер на этом порту локальный запустился. Давайте посмотрим Kickstarter. Вот это у нас файл Kickstarter. Это стандартная система для Red Hat. достаточно простая. Мы таймзону устанавливаем, устанавливаем CD-ROM, значит, кейборд лейаут английский-русский, основной локаль русская, настройка сети по DHCP будет получать адрес на девайсе Ethernet 0. Дело в том, что для того, чтобы у нас PSH было подключение, нам обязательно поднять один девайс, который будет на внутреннюю сеть завязан с вашим компьютером. пароль рутовый Vagrant. Это вы можете менять. Подключали параметры пароля, создаем пользователя Vagrant. В конце мы этого пользователя добавим сюда, чтобы он мог переходить под рута без всяких проблем. без пароля видите, под рута переходит. Значит, системные сервисы и так далее. В конце мы устанавливать должны OpenSSH клиента и сервера. После установки мы делаем апдейт софта. Ну, вот, собственно, и все. И небольшие настройки. Что у нас происходит? Вот настройка установленной системы. Пошла создание загрузчика. Вот мы давайте посмотрим, что делается. Вот создается девайс под новое ядро InitRD. создается создается у нас. Так вот, SSH разрешен для Firewall. доделаем и сейчас он доделает все. Итак, продолжаем смотреть. Это у нас небольшой фикс для SSH. для того, чтобы она работала с Vagrant. Ну, фактически все. То есть, у нас достаточно простой файл установки. То есть, по минимуму он делает только, чтобы рабочая система. Все остальное будет устанавливаться вот тут тут у нас можно задать тип развертывания. У нас самый простой shell, то есть, команда shell скрипта, можно ansible и так далее. Разные другие системы развертывания подключить. Если вы генерите в большой сети и часто генерите образы. Тут нам много не нужно. Что будет сделано после того, как установится система? Это пока вот после установочной скрипты это то, что у нас пост было сделано. Что он там пост скрипты? Это у нас обновление идет и генерация параметров седу для пользователя Vagrant и фикс под SSH все. Подождем когда все это сделается. Итак, после перезагрузки будет сгенерен shell файл, который будет передан внутрь образа и этот shell файл запустится и будет выполняться. В принципе он очень простой. Мы вначале дельта рпм установим. Это некий программный пакет, который перед скачиванием считает дельту разность между текущим рпм и рпм который нужно скачать. На самом деле он сам это не делает. Цинтос поддерживает так называем дельта сервера, где лежит разница между определенным релизом и текущим состоянием пакетов. Ну соответственно если у вас релиз поддерживается этими серверами то у вас будет выигрыш по скачке. Это у нас некий репозиторий EPL с дополнительными тузами которые не входят в стандартный пакет. Вот например TUMUX HTOP Дальше мы устанавливаем Development Tools это GCC значит всякие хедеры это собственно нужно для того чтобы скомпилить драйвера для VirtualBox значит хедеры для ядра устанавливаем DKMS это система которая позволяет использовать скомпеленные драйвера для любого ядра то есть по умолчанию у нас драйвера компиляция под конкретное ядро вот у нас перегрузилось установилось там все перегрузилось давайте посмотрим что вот тут происходит тут еще ничего не изменилось а тут уже перегрузка пошла и сейчас пойдет загружаться система система загрузилась и теперь тут ничего происходить не будет как Shell выглядит так и выглядит а происходить будет тут он через определенное время пытается подключиться по SSH как только подключиться под SSH то начнет дальше свою работу то есть сгенерит Shell скрипт для развертывания и запустит его давайте дальше этот Shell тут у нас мы кидаем сюда так да мы вот в Home Вагранта был кинут исочник для с драйверами VirtualBox мы его монтируем в эту точечку потом запускаем файл который компилирует нужные драйвера и устанавливает собственно после этого будут установлены драйвера VirtualBox для чего нам это нужно ну во первых поскольку мы графически будем использовать вот у нас пошло загружается исочник VirtualBox значит сейчас сначала информацию потом он находит по версии VirtualBox самого исочник вот загружает его он не только нам даст возможность развертывать на весь экран графический дисплей но и позволяет нам делать связь между машиной Vagrant и нашей системой файловой но в частности вот у нас поскольку вот этот каталог будет каталогом запуска Vagrant по умолчанию то фактически сюда и будет этот каталог будет подмонтирован в образе то что вы в образе будете писать в этот каталог будет видно на нашей файловой системе и наоборот то есть это такой канал связи и вот provisioning скрипт вот он скрипт генерил давайте мы его мы правой кнопкой мыши выделили пишем лес и средней кнопки мыши вставляем может быть со шифтом в зависимости терминала некоторые терминалы просто средней кнопкой мыши можно вставить некоторые с шифтом вот наш скрипт собственно это то же самое то что вы видели в нашей нашем файле и так что у нас дальше идет установили драйвера удалили источник дальше мы устанавливаем поскольку у нас основа это конфигурирование сервера то мы устанавливаем группу сервер с графическим интерфейсом ну и дальше всякие команды всякие программки по мелочи в конце меняем цель по умолчанию при загрузке на графическую то есть вот мы видим что по умолчанию тут установилась текстовая консоль для нашего курса было принято решение работать с графикой поэтому устанавливаем графическую среду ну и некое сообщение без которого в принципе можно обойтись вот он обрабатывает после этого после того как машина будет установлена он сгенерит имидж для новый имидж для виртуальной машины и потом этот имидж упакует в так называемый бокс файл вот тут у нас каталог build где вот собственно вот это имидж который сейчас это имидж VDI это virtualbox диск вообще пекер делает имидж на основе формата VMDK это и VMWAR формат но тоже универсальный вот он в конце сгенерит OVF файл в котором будет собственно описание данной машины все ее параметры и сгенерит единый бокс файл вот у нас пошла shift page up мы можем листать вверх вот вот у нас пошло дельта рпм установлена минус y там стоит чтобы он не спрашивал есть или нет после этого мы установили новый репозиторий EPL это extras там какие-то дополнительные программы shift page down мы используем page up page down с shift для перемещения по консоли и дальше у нас идет установка всего остального такая не очень быстрая вот пошла он посчитал и пошли пакеты ставятся это вот у нас ставится установка для разработки то есть это для того чтобы единственное для чего это нам нужно на данный момент для того чтобы установить наши драйвера виртуалбокс на самом деле конечно нам можно было не всю эту группу ставить а вытаскивать по одному программному средству конкретно нужные которые но мы установили всю эту группу так вот в эту же группу входит у нас хедры для ядра действительно для установки драйвера ядерного нужны заголовочные файлы ядра дэвел это у нас все хедерные пакеты там лежат хедеры там лежат библиотеки типа а то есть не шарет лайберис а те которые в компайливаются внутрь бинарника вот у нас установилась а тут опять смотрим ничего не происходит и не надо но вы можете откинуться на спинку стула и наблюдать так собственно у нас установилась первый пакет первая группа пакетов которая это так называемые вот development tools ну и сейчас установятся вот эти пакеты то есть пакеты для ядра то есть хедер файла для ядра и дкмс сейчас установится после этого у нас должны установиться драйвера от virtualbox и будет проводиться установка собственно системы с графическим десктопом и сервера таким образом таким образом мы получим бокс предварительный который достаточен для наших занятий ну как я еще раз повторю многие делают специальные боксы под какое-то специальное применение значит вот у нас установился дкмс мы подтвердили что мы доверяем ключам дкмс и дальше у нас все встает и вот теперь у нас генерятся модули для virtualbox и еще раз скажу значит многие у нас генерят такие пакеты а бокс файлы ничего сложного в этом нету но что там у нас например ламп то есть linux apache php mysql все это вместе для того чтобы запускать сразу какой-то сервер очень удобно вы с помощью vagrant прописывайте в конфиге именно нужный вам бокс и раз запускаете нужный вам виртуальную машину сейчас популярно еще одно направление это так называемые докер файлы они используют другую виртуализацию даже не виртуализацию а джейл выделяется на им спейс отдельный но крутится все на одном ядре но проблема конечно переносимости на другие операционные системы так далее ну вот у нас все пошло ставится считает он пакеты для нашего сервер с графикой вот он просчитал вот смотрите объем изменений 2 гигабайта а загрузка всего 659 мегабайт это вот за счет того что он загружает пакеты не полностью а загружает а загружает у нас некие файлы изменения дельту дельта еще раз повторю поддерживается специальными серверами то есть это не ваша машина считает дельту а дельта у нас генерится самим производителем дистрибутива сейчас у нас скачивается и потом будет устанавливаться и так у нас завершилась установка сейчас он запускает постустановочные скрипты сейчас установит отдельные пакеты которые у нас полезны для работы и начнется генерация образа вот у нас в билде мы видим наш образ разросся до 5 гигабайт а первоначально был около 1 гигабайта достаточно много вот у нас источник первоначальный образ был чуть больше источника и теперь у нас 5 гигабайт так ждем так у нас да вот у нас сейчас устанавливает сервер с графикой дальше будет установка специфического софта переключение на графический интерфейс по умолчанию и на этом у нас закончится установка виртуал бокса после этого будет сгенерен файл который мы будем использовать для генерации машин по грантам и так у нас вышло сообщение что развернут образ сделано все что нужно и сейчас должно перейти к этапу генерации образа что у нас в каталоге билдерс пока еще ничего не изменилось ага вот у нас остановка виртуальной машины идет остановка виртуальной машины вот все остановилась она и генерация пошла образа вот у нас некий манифест это стандартный манифест для виртуальных образов где описывается собственно формат нашей системы когда она будет развернута ну это не значит что это все нельзя будет потом поменять но при первичной развертывании будет именно такое ну и как видите у нас поскольку стандартные образы поддерживаются диском VMDK то у нас соответственно у нас конвертация идет VDI диска в диск VMDK файл ну и вот у нас сгенерился MDK VMDK файл упаковался добавился в образ VF файл то есть описание и в результате мы получили собственно наш бокс вот название такое это название мы прописали в нашем файле который мы генерировался вот он этот бокс файл сгенерирован собственно на следующие этапы это генерация вот в мейкфайле мы видим это регистрация этого бокса в Вагранте и дальше уже с имиджами Вагранта будет работа то есть этот бокс вы можете сохранить на флешку кинуть и если ваша виртуальная машина волею судеб погибнет то вы в течение очень краткого времени можете развернуть с помощью Вагранта и созданного вами бокса ваши виртуальные машины заново то есть вам нужно сохранить скажем вот этот бокс файл ну и все конфиг файлы которые вы будете делать по мере выполнения лабораторных работ суд